Приветствую вас, молодежь! Надеюсь, что вы хорошо встретили Новый Год. Надеюсь, что вы уже работаете над следующим годом, над 22-м. Делаете свои планы и прописываете их, продумываете их. И дай бог, у вас все получится. И в конце следующего года вы будете счастливы, вы будете удовлетворены тем, что вы сделали. Очень много вопросов поступает. Я все не успеваю даже прочитать. Но некоторые, которые мне очень понравились, я их записал, и я обязательно на них сделаю видеоответ. Одна девушка пишет мне такой комментарий, в котором есть два вопроса. Она спрашивает, какую книгу прочитать для того, чтобы заняться своим бизнесом, его развивать, быть успешной. И второй вопрос. Как я совмещаю мое христианство, мое пастерство с бизнесом? Оба вопроса довольно-таки правильных, довольно-таки глубоких, и я постараюсь обстоятельно ответить на каждый из этих вопросов. Итак, что касается книг. Ребята, я не раз говорил, что нужно выработать в себе привычку читать. Много читать. Читать книги разные. Не только которые касаются бизнеса, но те, которые касаются экономики, которые касаются политики. И обязательно читать биографии выдающихся людей. Те, которые сделали себя. В этих книгах вы найдете хорошие рекомендации, советы, те рассказы о себе, в которых повествуются какие-то вещи, которые порой являются ключевыми для того, чтобы быть успешным. Хочу разочаровать некоторых, что нет такой книги, которая вас научит делать бизнес. Даже университеты, которые сегодня преподают бизнес, какие-то вещи, они говорят о специфическом, о очень узком направлении. В основном. Поэтому человек, который окончит университет, получит хорошее образование, получит хорошую информационную поддержку, он все-таки получит базовые знания. И то, что мы знаем, что базовые знания, которые преподаются в университетах, они отстают. Они отстают от реальности нашего современного скоростного мира. Поэтому, да, знать базовые вещи об экономике, о бизнесе, это очень важно. Об управлении бизнесом тоже очень важно. Но все остальное, оно приходит со временем, приходит от упорного труда, упорной учебы, приходят вот эти навыки, приходит мудрость. Дело в том, что один и тот же бизнес, в разных частях света, он будет совершенно другим и строится будет по-другому, и свои нюансы будут совершенно другие, как экономического плана, как политического плана, так и всех остальных. Мы знаем, что есть страны с большей коррупцией, с меньшей коррупцией, мы знаем, что законодательство более лояльно к бизнесу или наоборот более жестко. Поэтому здесь как пазлс надо собирать информацию отовсюду, где только можно, и изучать то место, где вы живете, ту страну, тот штат, тот город. Смотреть и изучать вот эту тему для того, чтобы заняться каким-то серьезным бизнесом. Иногда мне говорят о том, что вот наш город, я хочу здесь раскрутить бизнес, я задаю часто вопрос, а население вашего города какое? Ну, население там 20, 30, 50, ну 100 тысяч. В таком городе раскрутить какой-то серьезный большой бизнес, который будет давать достаточно денег, довольно-таки сложно. Поэтому или нужно искать большой город, или делать international бизнес, да, для того, чтобы у вас как можно больше было заказов или клиентов. Так вот, друзья, нет такой книги, которая может вас, вы ее прочитали, вы ее знаете. Я уже рассказывал в моих видео, что есть книги, которые работают чисто мотивационно, есть книги, которые учат нас думать, и думать правильно, думать как предприниматель, думать как интерпренер, потому что везде нужна креативность. Я видел много людей, у меня есть в архиве 15 изданий, которые пытались копировать мой информационно-рекламный журнал. Все они ушли в небытие. Почему? Потому что какая бы ни была копия, она всегда останется копией, она не будет оригиналом. И люди приходили в этот бизнес, в эту нишу, где я нахожусь уже 28 лет, и они держались там несколько месяцев, даже несколько лет, и в конце концов им приходилось уходить. Почему? Потому что они не понимали этого бизнеса. Они просто хотели получить деньги, но глубоко они не вошли в этот бизнес. И часто бизнес, который человек выбирает по деньгам, а не по своему призванию, по своим каким-то качествам, он не работает. Он не работает. И я рассказывал не раз о том, как я открыл мой первый бизнес, когда я искал выход из сложившейся ситуации, когда я работал на двух, на трех работах, плюс я учился, и спал по 4-5 часов. Я купил себе компьютер, изучал его, и я получил ночью, в 2 часа ночи, сидя за компьютером, и молясь Богу о том, что, Господи, дай мне какую-то идею, дай мне какой-то бизнес, или какую-то хорошо оплачиваемую работу, чтобы я мог вырваться вот из этого состояния, цитнота, в который я был загнан. И я видел видение, и в этом видении я получил, ну, будем говорить таким простым языком, получил инструкции, что я должен делать, и как я должен делать. Я получил знания, и поэтому до сегодняшнего дня мой бизнес остается, один из моих бизнесов, остается успешным. Так что, да, мы должны учиться, мы должны читать, мы должны научиться думать, анализировать, научиться критическому мышлению, чтобы всякую идею, всякую мысль разобрать ее на частички. И, конечно же, молиться Богу, который Всевышний, который управляет всем макромиром, всем микромиром, и он знает, что почем, и он знает, как сложить вот эти пазл, которые для тебя лично будут выгодны, которые будут благословением для тебя, а не проклятием. Это ответ на ваш первый вопрос. Второй вопрос, как я совмещаю мое пастырское служение. Я пастор уже много-много-много лет. И чтобы вы поняли, что я скажу, я хочу начать с предыстории. Много лет назад, более 30 лет назад, когда я приехал в Соединенные Штаты, я увидел огромный потенциал, который здесь есть. Я увидел богатства, которые есть в этой стране, и увидел, что этими богатствами владеют люди. И, как я уже говорил выше, что я был очень занят, много работал, много учился. У меня не хватало времени, и я молился об этом, и я просил Бога, и, конечно же, Бог вышел мне навстречу. И я встретился с правильными людьми, с интересными людьми, с христианами, которые и дали мне первое наставление. Как я говорю иногда, пинок в правильном направлении. В одной из американских церквей я познакомился с человеком, старым эмигрантом, и мы разговаривали нам очень много разных тем, и однажды я узнал, что американский пастор в церкви имеет зарплату 120 тысяч долларов, плюс церковную страховку, плюс домик, в котором он с семьей живет на территории церкви. Меня, конечно, это очень, ну, не то чтобы напрягло, меня это очень сильно удивило. Пасторская зарплата 120 тысяч долларов в год. Я задал вопрос этому человеку, говорю, скажи мне, пожалуйста, как пастор может зарабатывать такие деньги? Он засмеялся и сказал, Владимир, говорит, я считаю, что мой пастор не должен иметь меньше, чем я. Меня эта фраза, конечно, взбудоражила, я долго над этим думал, я, мой советский менталитет, он не позволял мне так воспринимать реальность. У нас в Советском Союзе пастори вообще не были на оплате, а потом, после перестройки начались вот эти сборы десятин, благословение пасторей, даяние им каких-то зарплат и так далее. Но всегда это было довольно-таки мелко, всегда это было очень дешево, и пасторя, получая зарплату, стали попадать в зависимости к людям, которые финансировали церкви, бизнесменам различным и людям богатым, иногда кланам, которые находились в церкви, и пастор терял свободу. И я размышлял над тем, что американский пастор, он получает, скажем так, среднюю зарплату, может, даже выше средней зарплаты американца, который живет здесь в поколениях. И у них отношение к пасторю совершенно другое. Они говорят о том, что пастор не должен иметь меньше, чем имею я. Он обо мне молится, он готовит мне проповедь, он заботится обо мне, он учит меня и моих детей, поэтому я считаю, что он должен иметь достаточно денег. Наши люди, они не научены так, и это издержки нашей советской цивилизации и поэтому многим придется менять это. И я, когда узнал об этом, начал изучать историю церкви, поэтому вот подобные вопросы, они возникают у людей, верующие они или не верующие, из какой-то побочной информации, которую они где-то поймали, что пастор должен быть бедным, пастор должен быть, ну, таким униженным, как бы в положении, что пастор не имеет права на хорошую, качественную жизнь. Недавно мне написал один, что как это совмещается, пастор показывает глок. Да, там есть одно видео, можете посмотреть, где я показываю глок. И у человека в голове диссонанс, как это может быть. Люди просто не знают банально просто историю церкви или хотя бы начало церкви. Прочитайте Евангелие, прочитайте Деяния апостолов и вы увидите совершенно другую жизнь, а той, которую вы представляете, которую вам навязали. Понимая всю эту ситуацию и понимая, что мне нужно служить людям, помогать людям духовно, душевно, морально и даже материально, я стал молить Бога о том, чтобы Он помог мне в материальном плане. И я не стыжусь той молитвы, может быть, сейчас меня забросают камнями и предадут анафеме, но, побыв немного в Америке, увидев всю ситуацию, я стал просить Господа, Господь, я хочу заработать миллион долларов. Это была моя молитва, я никому об этом не говорил. По прошествии 30 лет я только сейчас открываю рот и рассказываю молодежи о том, что у Бога можно просить абсолютно все. И Он научит, и Он испытает, и Он приведет нас к хорошему, благословенному состоянию. Я просил у Бога и постепенно, не за одну ночь, постепенно Бог меня ввел вот в эту среду и научил меня многим-многим вещам, духовным вещам в первую очередь. У меня есть тема, я читаю лекцию, семинары, преподаю о 12 библейских принципах ведения бизнеса, как христианин должен вести бизнес. То, как ведут люди, это их дело, это их право, но христианин, он имеет четкие ограничения и четкую мотивацию в отношении бизнеса, она прописана на страницах Библии. Когда Господь меня ввел в эту сферу, и я начал работать в этом, у меня произошла очень замечательная встреча с одним из американских преподавателей библейского колледжа, и мы с ним разговаривали на эту тему очень много, и он говорит, Владимир, почему бы тебе не оставить бизнес и не пойти на full-time ministry на полное время служения? Я ему сказал, ты знаешь, я молился Богу, я просил Бога, чтобы быть примером людям, что не сидеть на чужой шее, что работать и зарабатывать деньги. Я понимаю, когда церковь на мега церковь, когда огромное количество работы в церкви, когда тысячи людей, и пастор просто физически не может идти заниматься бизнесом, но при наших реальных условиях, у нас церкви небольшие, и пастори запросто могут зарабатывать деньги, и я хотел быть этим примером, и я молился об этом, и я, мои обещания, которые давал Богу, я их исполняю. Так вот, друзья мои, мы спорили с ним, и он мне сказал, ты слишком гордый, ты не хочешь унизиться, ты не хочешь, чтобы ты зависел от церкви, и я ему говорил, я не гордый, я не, я довольно-таки простой человек, я жил бедно, я сейчас живу в достатке, я понимаю разницу, но я хочу быть примером для русскоговорящей общины, для христиан, что пастырь это как проводник, который идет впереди. На этом мы с ним расстались. Прошло некоторое время, прошло больше года, около двух лет, я получаю бандероль, и он говорит, Владимир, ты был прав. За это время я изучил эту тему, и я увидел, что появилась очень хорошая тенденция в американской церкви. многие американские пастыри, которые имеют высшее образование, они начали делать бизнес. Бизнесы очень разные, вплоть от того, что они имеют какие-то свои компании или корпорации, или какие-то производства, они также являются хорошими спикерами, хорошими мотиваторами, и их приглашают огромные корпорации, чтобы они читали лекции их менеджменту, менеджерскому составу, обучая их работе с людьми. Ни у кого нет столько опыта работы с людьми, как у пастырей. Я имею ввиду американских пастырей в первую очередь. Люди образованные, люди, прошедшие длительный путь, и имеют огромный опыт, и действительно они получают сегодня огромные деньги от корпораций, когда учат начальство работать с подчиненными. И он мне прислал две книги на эту тему двух очень знаменитых пастырей в Америке. Они есть, эти книги у меня. Я вам рекомендую, я сейчас не имею при себе, извините, не могу вам название дать, потому что я давно их читал, это уже прошло очень много лет, поэтому в будущем я, когда буду приводить в порядок мою библиотеку, найду эти книги и обязательно их вам покажу. Так вот, пастырь, он может работать и должен работать, и финансы, он должен знать, как они работают. Я понимаю, что есть такое искушение у наших молодых пастырей, которые в принципе никогда не работали, не знают цены деньгам и не знают, как с ними правильно обращаться, получив доступ к деньгам, они их направо и налево швыряют и забывают о том, что на пастырях лежит ответственность за распределение, за трату вот этих средств, которые люди приносят в Дом Божий. Вот, поэтому я не пытаюсь сейчас осуждать каких-то пастырей, просто мы знаем, что в христианстве всегда, как у монеты, есть две стороны, есть правильная сторона, есть неправильная сторона, и об этом я иногда говорю. Так вот, занимаясь бизнесом, я теперь могу консультировать людей не только в сфере духовных вопросов, в сфере душевных вопросов, каких-то материальных вопросов, именно финансов, я могу консультировать, потому что вот эту школу я сам лично прошел. То, что я сегодня могу ездить на хороших автомобилях, жить в хорошем районе, в хорошем доме, это то, что мне дали деньги. И о деньгах сегодня очень много спорят. Мы с вами когда-нибудь еще не раз поговорим о деньгах, и я на деньги смотрю, как на инструмент, инструмент, который может нам помочь решить многие вопросы и многие проблемы. я понимаю, что Библия говорит, желающие обогащаться впадают в различные там похоти, пагубные разные вещи. Я понимаю, и это часто бывает для неподготовленных людей, для молодых, которые хотят быстро разбогатеть, и у них уже в голове нарисована модель, как они будут тратить эти деньги. Я не раз рассказывал, что в американской истории, истории бизнеса каждый состоявшийся миллионер или миллиардер, он два-три раза за свою жизнь был банкротом. И это очень показательно, и это очень правильно. Почему? Потому что проходя через эти вещи, человек учится, человек тестируется, он проверяется, и в конце концов, когда на его голову сваливается огромное богатство, он не меняется, он не развращается, он становится наоборот, более толковым, более мудрым в распоряжении денег. И я знаю много очень богатых американцев, христиан, которые вы даже встретив на улице не узнаете, что он очень богатый, просто одет, ездят на обычных машинах, хотя у них, да, есть дорогие машины, есть у них шикарные особняки, у них есть бизнесы, но они очень просты в общении и они очень много денег жертвуют на Евангелие и согласитесь с тем, что человек, который умеет заработать, он знает, как и распорядиться. Мне очень часто говорят или пишут, вот, надо туда пожертвовать деньги или сюда пожертвовать деньги, помочь там или там. Я обычно молчу, а иногда говорю, ребята, если я смог заработать, то я знаю, как их потратить, я знаю, как ими распорядиться, подсказывать в этом плане не надо. Тем более, что над нами всеми есть Бог, который управляет нашими желаниями, дает нам откровения, дает нам видеть и понимать обстановку и ситуацию. Так что работа, особенно вот сейчас, когда мне уже за 60, вот буквально через несколько дней я буду праздновать очередной мой день рождения, мне исполнится 64 года, я научился, научился жить в бедности, в богатстве, научился распоряжаться малыми количествами денег и достаточно большими. И бизнесы, которые у меня работали и работают, они уже отстроены, отрегулированы так, что они моему служению абсолютно не мешают. любой из прихожан церкви, в которой я служу, может позвонить мне в любое время, и я всегда подниму трубку. Я могу встретиться в любой день, отложив бизнес. И это, ну, я не то, что я хвалюсь, я просто вам рассказываю, что бизнес, если он правильно построен, он никогда не будет забирать все твои силы, он наоборот поможет тебе. Поэтому, друзья мои, первые апостолы, они тоже занимались бизнесом. И Евангелие Луки, которое мы все с вами читали, написано никем иным, как врачом. Тогда не было таких вот врачей, как сейчас идет в медицинский офис, сидит там, принимает людей и получает зарплату. Это все было предпринимательство. Они были рыбаками, они были пастухами, они занимались различной работой, которая на то время была доступна. И я не раз приводил в пример Первоапостольскую Церковь, это практически в то время существовал капитализм в классическом виде. И люди, например, рыбаки ночью рыбачили, днем продавали свой товар по тем ценам, которые были продиктованы рынком. И никто не управлял и не руководил теми ценами. Поэтому люди могли зарабатывать, они платили налоги Римской империи, и тем не менее они жили. Позвольте мне на этом с вами распрощаться. До следующего видео. Жду ваших комментариев, лайков. Пусть вас всех Бог благословит. До следующей встречи. Пока.